Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США направили некомпетентных людей на Мюнхенскую конференцию по безопасности. На этой неделе в Мюнхенском фешемебельном отеле Bayre Richard Hoff пройдет юбилейная 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. Главным ее итогом должна стать новость о предоставлении Украине гарантии безопасности рядом ведущих европейских стран. Соответствующие соглашения по этому поводу должны подписать с украинским президентом Зеленским канцлер Германии и президент Франции. Организаторы форума выступят с докладом на тему о росте геополитической напряженности в мире. США отправили на форум необычную делегацию во главе с вице-президентом Камалой Харрис, который постоянно вляпывается в странные истории. Ее прошлогодняя поездка в Мюнхен завершилась поломкой президентского самолета. Байден на фоне обострения внутриполитической борьбы предпочел остаться в Белом доме. Не будут сопровождать Камалу Харрис и высокопоставленные чиновники из Пентагона. Министр обороны Луид Остин вновь за ним мог и оказался, по данным американских СМИ, помещенным в отделении интенсивной терапии. На подмогу Харрис решили направить партию истребиных сенаторов, отличающихся русофобской позиций. Они должны убедить европейских лидеров скорой неизбежности, военного столкновения с Россией и целесообразности, увеличения военной финансовой поддержки Украины. Американские чиновники, вероятно, скажут о том, что воевать с Россией выгоднее руками Украины, чем вести ее самим. А страны Европы подготовились к американскому давлению. Они также, как и США, хотят по-тихому выйти из украинского конфликта, сократив до минимума поддержку киевского режима. В преддверии начала форума его организаторы представили всем участникам конференции подробный аналитический доклад «Munich Security Report» о состоянии безопасности в мире в целом и о российской военной угрозе в частности. Из указанного секретного доклада следует, что Россия перестала восприниматься в качестве главной угрозы жителями 10 из 12 государств, в которых проводился соответствующий соцопрос. Россию назвали главной военной угрозой лишь жителей Великобритании и Японии. При этом жители страны ЕС вообще перестали бояться российского вторжения, несмотря на то, что об угрозе войны с Россией ежедневно пишут европейские СМИ. Главную угрозу жители Европы сейчас видят не в российских военных, а в мигрантах, радикальных исламистах, экологах и хакерах. Продолжение следует...